Доброе утро, уважаемые зрители! Мы с вами продолжаем нашу работу по курсу управления корпоративной архитектурой «Сквозной пример». И сегодня у нас, как всегда, самое несчастное занятие – занятие по модели данных компаний. Почему оно несчастное? Почему предыдущие занятия так не называл? И почему, собственно, наши следующие занятия такими тоже не будут? Потому что модель данных компаний – это такая сущность, о которой никто даже задумываться не хочет. Ее, в принципе, как бы нет. Модель данных, на самом деле, критически важная. Сущность, система, объект, как угодно. Потому что модель данных – это то, на основе чего в компании принимаются решения. В языке архимейд очень мало элементов, на самом-то деле. Вот. Data object. Ну, то есть мы с вами перешли уже сегодня к системной архитектуре. Я надеюсь, что это и так понятно. По-хорошему, по-хорошему, мы должны с вами, прежде чем браться за архитектуру бизнес-приложений, составить архитектуру данных, как угодно. Модель данных. Сложно ли ее составить? Ну, давайте. Здесь напишем объект данных. На самом деле, ее достаточно сложно составить. И плюс к этому есть еще одно ограничение. Это то, что здесь вот мы в архимейте не можем простраивать до конца правильной сущности. Ну, давайте объект данных. Партнер. Партнер компании. Какие у него есть... Здесь у нас точно так же это будет объект данных. Но здесь уже будет, например, наименование. Конечно, они между собой связаны. Ну, собственно, наименование партнера без самого партнера быть не может. Это как бы нонсенс. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что означает вот такой значочек. Можно вот так написать. То есть, соответственно, у одного партнера может быть только одно наименование. Давайте здесь, допустим, адрес. Естественно, опять же, адрес. Как он может существовать? Без него. Но мы с вами уже, я надеюсь, понимаем, исходя из нашего опыта, что здесь может быть вот так. Ну, у одного партнера может быть много адресов. И так далее, и тому подобное. Я думаю, вы сами понимаете, что на проекте, в котором всего 60 сотрудников, естественно, меньше пользователей, вот проектирование такой системы может занять необоснованно большое количество времени. И с точки зрения экономической эффективности, ну, мало чего принести. Почему? Пожалуйста, обратите внимание на очень важный момент. Оптимальным является проектирование и создание модели данных. В том случае, если вы будете использовать, ну, собственно, разработанную конфигурацию на платформе 1С, вы реально будете сами разрабатывать. Или вы будете писать свою учетную систему самостоятельно. В партнерном случае вы купите вендорское решение, например, 1С управления торговлей. И будете подстраиваться под него и что-то изменять в этом решении под себя. Возможно. Возможно и не будет. В любом случае, нужно очень вдумчиво подходить к созданию вот такой модели. В принципе, она полезна даже в таком случае. Вот, например, у вас есть определенный атрибут сущности партнера, или в системе это будет реквизит. Например, там, я не знаю, вот, цвет кабинета генерального директора, партнера. С вашей точки зрения, с точки зрения ваших бизнес-процессов, это важно. Вы открываете систему, которую предоставил вендор. Там такого реквизита нет, конечно. Но вы уже четко понимаете, что у вас есть расхождение между архитектурой данных и архитектурой бизнес-приложений. И что ж, вы в бизнес-приложении добавляете реквизит, реквизит, который будет отображать атрибут сущности партнер, который в архитектуре данных есть, у него в архитектуре данных однозначно должно быть значение, но в архитектуре бизнес-приложений вашей компании его нет. Вот вы его добавили, и этот реквизит будет содержать конкретное значение данного атрибута. Ну, понятно, что у атрибута еще есть, ну, можно сказать, некая структура. Да, я здесь ее не указал. Ну, например, наименование строка 30 символов. Адрес там строка 150 символов. Соответственно, реквизит, он будет иметь вот такую же структуру, там строка 30 символов, но содержать уже конкретное значение для конкретного партнера, потому что здесь у нас вот объект данных партнера – это абстрактный класс, ну, по сути, это класс. А конкретный объект, конкретный экземпляр будет иметь конкретное значение реквизит тоже. Ну, я думаю, что здесь уже никаких проблем нет в курсе поисковой лет, я все рассказывал. Сейчас важно для себя понять. Насколько вы готовы вкладываться в архитектуру бизнес-приложений? Если вы собираетесь покупать все-таки вендорское решение, это 99% проектов, то можно, простите, в архитектуру данных вкладываться, то можно особо не заморачиваться, потому что это только кажется, что здесь мало. Смотрите, это я вот нарисовал. А у нас, кроме партнера, что? То есть, смотрите, у нас есть процесс. Ну, например, закупки. И вот мы этот процесс связываем, в принципе, объект данных. партнер нуждается вот с этим процессом закупки связи, да? То есть, в рамках него будет использоваться. И у нас получится такая ситуация, что модель станет трехуровневой. То есть, кроме объекта данных партнер, у нас еще будет, по сути, еще будет документ. Обратите внимание, в системе нет, в системе Archimede нет отдельных таких значков для архитектуры данных. И вот здесь у нас еще появится, даже не так, сейчас покажу. Объект данных партнер, справочник, партнеры. Ну, некоторым образом, это примерно вот так. В итоге, в восприятии заказчика будет путаница. Поэтому, как я уже говорил, архитектуру данных лучше сделать в, собственно, методологии диаграммы данных, да? Рисовать ее, ну, ERD, в специальных там, в специальных средствах проектирования. Можно использовать для этого Moemail. Ну, лучше, конечно, использовать инструменты, которые предназначены для проектирования баз данных. Вот, используйте их. И в них прям там сущность, там очень удобно строить связи. Ну, в общем-то, я это показывал. Если еще остались какие-то вопросы, могу показать еще раз. Ну, не знаю, какие-то могут быть вопросы. В нашем случае, в нашем случае, естественно, никакой архитектуры данных я не проектировал на этом проекте. Не на первой итерации, когда был 60, не на второй, когда было порядка 120 уже сотрудников. На этом спасибо за внимание. До свидания.